дотронуться сердцем не трудно за тысячу верст означает сердца связаны друг с другом означает верность верность великое счастье быть верным человеку сейчас не знают этого счастья современная теория что любовь это секс заполнила сердца людей у нас нет любви с ним что значит у вас нет любви у нас не получается ничего значит нет любви и оказывается вот чем дело проблем когда мы заключается в том что нет культуры понимаем что такое семья семейная жизнь из чего возникает счастье но возникает из аскезы нужно трудиться над отношениями пока люди находятся в страсти они могут трудиться над отношениями потому что их направленность не туда они хотят денег хотят власти хотят влияния они упахиваются и мне когда строить отношения ну хорошо я не как бы не призываю никого бросить работу поменяйте внутренний мотив жизни чего вы хотите в жизни разберитесь если вы хотите квартиру с кем вы там будете жить просто 57 лет вот такого такой жизни в котором нет любви и отношения разваливаются квартира есть жить несколько дети так тоже жить не могут нужны отношения нужно любовь если у вас нет силы на это значит все развалится в жизни без всякого сомнения а потом опять насчет богатства как бы часто люди стремятся так сильно к этому дополнительные деньги это дополнительные обязательства перед богом куда ты будешь используя как ты сможешь и не распорядиться все будешь отвечать я злок меня пригласил все в гости один миллиардер в москве смешной человек приехал к нему высотку которую строим зашел к нему в квартиру увидел его жену которая давно разочарована в нем как личности увидел сына который на всех по барабану и увидел какой счастливый вид он делает при этом ты все знаете результат такой жизни это было лет восемь назад и сейчас он уже в тюрьме сидит и богатство его уже тютю понимаете не можешь правильно всем распоряжаться значит будет результат всегда результат один и тот же разруха разруха ну понимаете какой ценой человек получает богатство ценой отношений ценой жизни целой своей жизни понимаете то есть нет семьи нет отношений с детьми нет вообще ни с кем отношения даже со служивцами отношения формальные нет близости нет друзей нет чистоты ну что за это за жизнь зачем она нужна чего ты хочешь от этой жизни чего-то добиваешься просто чувство самосохранения стала основой твоей жизни а это чувство самое низменное в человеке вообще именно чувство самосохранения заставляет слишком много думать о деньгах думать о власти думать о развитии об образовании это просто чувство самосохранения все здесь нет ничего другого. Но если ты хочешь жизни, это означает уже что? Молитва раз, отношения с другими людьми, с близкими людьми два, отношения с друзьями, с подружками, означает увидеть своего ребенка, что это за человек родился у меня. Я вижу, конечно, его классненький, можно Богу поцеловать, супер, но это ничего не значит, это просто детская энергия и все. Ты убить человека, именно человека, который у тебя родился. А вчера женщина подошла ко мне с дочкой, говорит, Олег Геннадьевич, объясните мне, пожалуйста, как неправильно вести себя с дочкой? Что я должен был объяснить? Я просто ей рассказал про человека. Я просто сказал, подозрите дочку. Дочка подошла и говорит, у вас вот такой-то человек. Он такой-то, 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 такой-то. И поэтому с ним вести себя надо было так-то, так-то, так-то надо. Ой, правильно, так и есть. Так это первое, что нужно вообще увидеть было еще с детства. А это в молитве делается, потому что мы не видим человека перед собой. Мы видим только то, что нас наслаждает от него. Муж не видит жену. Вот женщина — это такое хрупкое создание, чувствительное, которое нуждается в спокойствии, заботе, ласке. А из нее исходит такое сияние, балдеж такой, желание наслаждаться. Это совсем другая песня, этот балдеж. Она внутри вот сидит, внутри этого тела красивого. Ей нужна просто забота, ласка, внимание. А мужчина — это другое создание совсем. Это такой героический человек, который всегда стремится, что-то ему надо побеждать все время. И надо вот за это, что у него денежки есть, там нормально, квартира, там все хорошо. Вот за этим надо увидеть вот эту вот личность, которая к чему-то стремится, хочет всех защищать, побеждать. Увидеть этого человека, который нуждается в заботе, в ласке, внимании, потому что он устает, ему тяжело жить. Когда человек начинает видеть личность, с этого начинаются отношения, с этого момента. Но личность увидеть непросто, потому что закрывает балдеж. Женщина хочет балдеть от мужчины, мужчина от женщины. Когда балдеж перестает уйти, они расходятся. Говорят, а у нас нет любви. А мне холод к нему идет, у меня нет любви, поэтому я хочу бросить. Так ты не любишь его, потому что никогда не видела. А холод к чему идет? Потому что от чего-то раньше испытывал балдеж. А с любви никогда не было. Любовь означает увидеть человека, а человек увидеть непросто. вот допустим, я на мужчин могу смотреть с позиции их могущества, а могу смотреть с позиции личности. Это два взгляда. На женщин, вот я сейчас даже в лекционном зале, на женщин я могу смотреть с позиции их красоты. Один взгляд с позиции человека. Второй взгляд. Один взгляд это внешняя вещь, а второй внутренняя. Пытайтесь это понять. Всегда внешние бросаются в глаза быстрее, но надо увидеть внутреннее, потому что именно оно дает отношения. Допустим, вы с ребенком пришли в гости и женщина, допустим, ваша подружка говорит, ой, он такой симпатичный, такой мягенький, такой классненький у вас такой. А вы говорите, вы знаете, он уже устал, я пойду его укладу. Видите, другой взгляд совсем. Один взгляд, а другой взгляд это человек. Когда есть любовь, тогда ты видишь изнутри человека. Видишь, что ему нужно в жизни, как о нем позаботиться. А когда есть желание наслаждаться, тогда ты видишь только то, что он для тебя должен сделать. Отсюда все скандалы. Теперь сразу возникает вопрос, а если ты видишь его как человека, от этого кайфа же не идет? Вот в этом заключается ключевой вопрос жизни вообще. Идет от этого кайф или не идет? Знайте, что настоящая любовь ему имеет другую природу. Она не имеет природу балдежа. Она имеет природу тихого, спокойного счастья. Которое исходит из глубоких отношений. Это тихое, спокойное счастье между людьми, оно в тысячу раз более сладостно, чем просто балдеж, исходящий от человека. Конечно, возможно. Но сначала аскезы. Сначала стулья, потом деньги. Сначала деньги, потом стулья. Разберитесь с этим вопросом. Да, да, согласен. Радость является критерием. Сейчас объясню. Вот смотрите, для невежественных людей счастье в жизни – это вызов. Ну то есть я буду счастливым и мне по барабану все. Это вызов для невежественных людей. Я просто буду счастливым и все. Что бы со мной ни было. Просто буду счастливым и все. Для страстных людей счастье – это жизнь. Для благостных людей счастье – это критерий правильности пути. Например, если благостный человек идет нужной дорогой, а для него жизнь – это аскеза, тогда он видит, что счастье больше становится в жизни. Это критерий. Для страстного человека нет счастья – нет жизни. Поэтому страстный человек живет только на волне. Поэтому все фильмы для страстных людей – это фильмы про волну. Ну а никакие все фильмы. Что надо вот типа успех. Понимаете? А как успех достигается? Надо всех перестрелять там, всех там отпустить. Отпустить. Я говорил, что тебя отпущу. Да, я говорю, я тебя отпускаю. Ну понимаете, это страстный человек. Совести нет. Есть желание успеха. Все. Достичь своей цели. Всех перестрелял, всех перевешал и достиг своей цели. Это страстный человек – это дяденька с бревнышками, который может всего достигнуть, если хочет. Это классика жанра. Назначают всегда такие фильмы, заканчиваются чем? Счастьем. Благостные фильмы чем заканчиваются? Любовью, верой они заканчиваются. Чистотой. Иногда самопожертвование в благостных фильмах. Не всегда просто успехов. Иногда заканчиваются тем, что герой отдает свою жизнь куда-то во имя всеобщего блага. Благостные фильмы так заканчиваются. Видите, разная цель совершенно у людей. Благостных людей цель – не счастье. Счастье – сопутствующий фактор. Больше того, следует знать, что когда человек находится в благости, то он о счастье никогда не думает. Участлив он сейчас или нет, он не думает, потому что ему некогда этим заниматься. Веды объясняют, что когда человек стремится к счастью, то счастье от него убегает, потому что это энергия Бога. Она не является нашей собственностью. Это собственность Бога – энергия счастья. Веды говорят, что счастье исходит из сердца, когда Господь считает нужным ее отдать. Это энергия Бога – счастье. Поэтому, когда человек бежит за счастьем, тогда счастье от него убегает. Человек, который хочет счастья, всегда живет будущим счастьем. Он живет будущим. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Почему завтрашнего дня? Потому что счастье, настоящее счастье – это жизнь, когда… «Счастье» означает существование. Сейчас – это сейчас. Человек не может жить сейчас, если он думает о том, чтобы быть счастливым. Чтобы жить сейчас, надо принимать жизнь, принимать на себя удар судьбы. Надо переваривать это в молитве. И когда ты все переварил – ты, ах, ах, вздыхаешь. Утыхаешь – начал жить сейчас. Когда школу закончу – тогда буду счастливым. Закончил. Вот когда в институт поступлю, буду счастливым. Поступил. Вот когда закончил, ну тогда буду счастливым. Закончил институт. Вот когда смогу нормальную работу найти, тогда буду счастливым. Нашел. Вот когда квартиру заработаю, буду счастливым. Заработал. Самый лучший вариант, да? Самый лучший вариант, мы рассказываем. Заработал на квартиру, хорошо. Вот когда дети подрастут, тогда буду счастливым. Подросли. Вот когда я смогу их выучить, тогда буду счастливым. Выучил. Самый лучший. Вообще счастлив, все еще впереди, все счастье полное. Вот, выучил детей, вот когда детям на квартиру накоплю, раз и умер, все еще впереди, ла-ла-ла, 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 понимаете, ну то есть жизнь страсти, счастья никакого нет, оно все время впереди, а жизнь невежества человек уже потерял свое счастье, поэтому он лютует, почему он такой лютый, всех ненавидит, а потому что он потерял свое счастье, у него всегда человек в невежестве живет в прошлом, поэтому смотрите все невежественные песни, невежественные песни с хрипотцой и в прошлом, как там, А белый лебедь на пруду, роняет павшую звезду, на том пруду, куда тебя я приведу И такое, немножко с такой печалью в голосе такой, или просто откровенно Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, и перо за это получи Все еще впереди Люди в этих разных слоях, они друг друга вообще не понимают Невежественные люди считают, что те, кто работают за зарплату, они просто недоразвитые Пускай работает железная пила, а не для того меня мама родила Люди в страсти считают, что недоразвитые те, кто молится, ходят Тоже как бы время что ли свое не жалко Вообще какие-то странные люди одеваются, непонятные одежды, молятся, ходят Люди в страсти не понимают верующих людей Счастье не в деньгах, говорят верующие А страстные говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве Они все пословицы по своему переделают Видите, все пословицы бывают в страсти, в благости, в невежестве Характер человека, разговор, песни Все бывает в страсти, в благости, в невежестве Невежественная речь это мат, уголовная речь Помните там, как учили русский язык эти, безотременно удачи Девушка-чувичка Перестраивали речь Людей в страсти речь это деловая речь Наполненная неологизмами Очень надо круто выделиться Говорить так, чтобы Если бы я вам сейчас в страсти читал лекцию Вы бы разбежались все Потому что ее слушать невозможно Это деловой доклад такой о семейной жизни Вот И надо так же на понтах читать Невежественная лекция такая Ну и ждем люди, давайте поговорим Вот Страстная лекция Добрый день Да, видите я какой крутой Сейчас я вам буду спускать знания Главное, чтобы побольше платили Вот Это страсть Благость означает простота Близость, любовь Когда люди в благости находятся Они в них сердца открываются Им становится хорошо Когда атмосфера благостная Люди нравятся так жить Они чувствуются счастливы себя Они отдыхают Время течет очень красиво Радостно Потому что жизнь настоящая проходит Люди не устают Можно хоть пять часов лекцию читать Я помню у меня в Омске была лекция По воспитанию людей Четыре часа прошла Никто даже организаторы И даже те кто арендуют зал Они Ну Арендодатели Они никто не дернулся Все Короче слушали лекцию И Время остановилось Четыре часа прошло Как одна секунда Я был сам в шоке Что четыре часа уже прошло Ну так вот Устроен этот мир Что когда люди благости живут Они живут счастливо Время тянется Как мед льется Говорит советок Как мед льется Из одной посуды в другую Непрерывно такой Медленной Плавной Красивой струей Счастье Означает Жить для других Когда человек для себя живет Счастья никакого нет Но чтобы жить для других Надо эту идею Всегда ловить снаружи Потому что Понимаете Проблема заключается в том Что карма Или судьба Так действует Что нас всегда Нас ставят перед болью Перед страданиями И мы всегда Пытаемся защищаться В этой жизни Пытаемся всегда Статус-кво свой сохранить То есть Нас судьба В страсть всегда вводит А жить в благости Означает в молитве Победить Сердце успокоит свое И начать По-доброму Просто заботиться О других Потому что Когда ты взвинчен Заботиться о других Невозможно Люди в страсти Они постоянно Взвинчены От проблемы Им надо то Быстрее Туда-сюда Делать Вот Они постоянно Находятся в суете Потому что Они Хотят Удержаться На плаву Жизни Но благостные люди Молитвой Все побеждают Все проблемы Они чувствуют Жизнь Они предвидят Опасности Они понимают Как надо правильное отношение строить Они чувствуют Что близкий человек Уходит из отношений Они его возвращают Ну то есть Они чувствуют жизнь Не бегут куда-то Сломя голову А чувствуют жизнь Означает служение Надо в служении Как жить Чтобы чувствовать жизнь Чтобы счастливым быть Любые дни Не надо жить Только своей Семьей Не надо жить Только для себя Своими интересами Даже внутри семьи Человек не может быть счастлив Если семья Не направлены на служение Других Это счастье Всегда Оскокинивается По-русски сказать Понимаете То есть Человек должен Отдавать Постоянно себя Если вы счастливы Вместе Тогда приглашайте друзей Заботьтесь О других людях Птичек Кормите Там На улице Копайте газоны Сделайте так Чтоб весь подъезд Был счастливым У вас Ваш Мы как-то с женой Приехали В один подъезд Смотрим В подъезде Жесть Вот чувствуется Энергетика жесткая Все ругаются Сверху Снизу И там жена Начала пирожки Печь Всем раздавать Там мы начали Конфеты ставить На подоконник Мне дарят конфеты Я беру Шоколадные конфеты Поставлю На подоконник Неделю стояла Пачка открытая Никто не взял Представляете Какая атмосфера Была в подъезде А потом Смотрю Одна конфетка Оп Видно ребеночек Какой-то Один проходил Без родителей Раз конфетку Съел И через часа Через три Вообще пачки Не стало Одну попробовали Потом смели Ее всю В следующий раз Пачку ставим Проходит несколько часов Пачки нет Потом кто-то Цветочки На этом же месте Поставил Там подоконники И поставил Кружку с водой Уже налитой Человек Проходит Раз Палил И все Где-то месяца Через два Через три В подъезде Люди начали общаться Друг с другом Начали здороваться Понимаете Пошла энергия Любви Пошла Жить Жить Потому что Хотя бы кто-то Должен Вкладывать Понимаете Кто-то Служить Другим Хотя бы Кто-то Должен Тогда Атмосфера Начинает Жить В подъезде Вокруг Тишина И мертвые С косами Стоят Понимаете Это наша Жизнь Сейчас Мы все Просто В этом эгоизме В этой страсти Уже просто Потонули И теперь Спрашиваем Почему 80% Разводов Да потому что Жизни то никакой Нет нормальной Если хотите Понять Что такое Жизнь нормальная Рекламная Пауза У вас Прямо здесь Живут Два Артиста Которые Сейчас За мной Ездят По всей России Я их Искал Много лет Этих Людей Потом Много лет Тренировал Воспитывал Сейчас Они сделали Такой Уникальный Жанр Они по моим Лекциям Ставят Спектакли Такие Что все Падают Просто Очень высокий Уровень Люди Занимаются Духовной Практикой Сами Молитвой И вот У вас Спектакль Я счастье Называется Вот Пожалуйста Если вы хотите Почувствовать Что такое Настоящая Семейная Жизнь Кто такая Мужчина Кто такой Мужчина Кто такая Женщина Они это вам Покажут Все на сцене Когда я уеду Отсюда Будет спектакль По моим Лекциям Все должны Прийти Посмотреть Вы будете Плакать И смеяться Все это время Это будет Самое лучшее время В вашей жизни Это мои гарантии 10 ноября Билеты На входе В зал Пожалуйста Купите И сходите Поддержите Этих людей Они создают Уникальный Жанр Уникальный Жанр Театральный Это нравственный Спектакль Понимаете Уникальный Я счастье Называется Вот как стать счастьем Мужчина За тот вопрос На спектакль Потом еще Мои друзья Тоже Такие Такую программу Проводят Есть Женский клуб Дэви И там Люди изучают Как правильно жить И Есть Такое Мероприятие Новый год Чисто с любовью Чисто слав 27 декабря Празднование В чистоте И внешне И внутренне Организатор Женский клуб Дэви На входе У зала Вся информация И так же 9 ноября Открывается Ведический Детский сад На Чапаева 72 Наталья Дмитрия Романизатор Вот и все Видите У вас все есть Изучайте Даже детский сад Уже нравственно Открывается Дети будут Общаться С хорошими людьми Это значит Телефон На входе Все Такое чувство Что мы что-то Скрываем Да Все на входе Есть Вы знаете Кто Ничего Не скрывает Итак Мы с вами Изучаем Тему верности Следует Знать Что верность Является Третьей стадии Отношений Сначала Люди Должны Принять Друг друга Это Аскеза Принять Означает Привыкнуть Ко всем Недостаткам К человеку Привыкнуть Привыкнуть Означает Переварить Ну то есть Уже Ты понимаешь Что вот Мне положен Такой человек С такими Недостатками Ничего страшного Это нормально Это нормально Допустим У моей жены Есть определенные Недостатки Я принимаю Я считаю Это нормально Хотя Поначалу Сердце Как бы Бултовало Я такой Человек Лекции читаю Как правильно жить Жена рано Не встает Что за ерунда Такая Вообще Позорище Кошмар Чем больше Я так думал Тем больше Она спала Все по лекциям Короче Вот И я думаю Что же делать И я раз Просто Начал молиться И принял Что она Вот у меня Жена У меня такая Судьба Что в женском Теле Наверное Я отсыпался В мужском Рано Встаю В женском Отсыпаюсь Вот такая Судьба Что делай Я понял Что она Олицетворяет Мою прошлую жизнь Как-то Видно Я так Жил в женском Теле В прошлом Что Спать Много Любил Вот И Сначала Я просто Принял Потом В молитве Вдруг Я начал Чувствовать Уважение К этому Человеку В этом Вопросе Ну Не то Что Во всех Вопросах Там У нас Трудности А просто В этом Вопросе Начал Жене Уважение Чувствовать Я почувствовал Что такое Женское тело Что оно Очень расслаблено По природе Что поднять его Просто нереально С постели Очень трудно И так далее Понял Что женское тело Другую природу Имеет Не такую Как у меня Я как раз Думаю Так Что же делать Как же помочь И в этот момент Я перестал Давить на нее Психически Вот в этом вопросе Она Расслабилась Еще некоторое время Поспала Подольше Потом Подходит Ко мне Говорит Слушай Мне так Надо Твоя помощь Я говорю В чем Мне надо Как-то так Сделать Чтобы я Раньше Вставала Он говорит Но поднимать Меня с постели Типа Вставай Это вообще Не вариант Надо Надо как-то Так сделать Чтобы я Вставал Я думаю Ну надо Хорошо Я буду Тебе помогать Думаю Как-то Надо Сделать Я Заходил К ней В комнату И говорил Моя Дорогая Уже Утро Мы хотим Быть здоровыми С тобой Меня Начал Мотивировать Очень Добрым Голосом Таким И вообще Ничего Не говорил Вставай Не вставай Просто Здравствуй Мы хотим Быть здоровыми Вставай Не вставай Не говорил Ласса Она начала Вставать Сама Оказывается Женская психика Так устроена Что она Встает Когда чувствует Любовь Женщина Любовь Почувствовала Сразу Раз Поднимается Где Любовь Она Сразу Хочет Жить А если Ей Как-бы Правила Какие-то Предписания Законы Показывают То Она Наоборот Не надо Больше Спать Потому что Она Боится Все Эти Правила А Любовь Почувствовала Раз Сразу Встает Так Женщина Или нет Но Женщина Должна Будить Себя Как Будильник Ставить Какую-то Музыку Красивую Где Счастья Много Любви Она Сразу Раз Встает С Постели Женщина Не Должна Себя Силком Боли Силы Боли Поднимать Не Женский Способ Женщина Должна Вдохновляться Красотой Любовью Радостью Или Заботиться О ком То Допустим Как у Нас Такая Тема Возникла Я Устал С Дороги И Мне Надо Было По Утрам Бегать И Жена Говорит Давай Будем Тебя Как Б Бегал По Утрам Я Говорит Давай Ну С Что Надо Мужу Надо Восстанавливать Здоровье Понимаете Когда Женщине Надо Заботиться До Свидания Сон Она Сразу Вот Все Это Женская Природа Просыпается И Надо Быстрее Она Как раз Заботиться Все Понимаете И Не Надо Спать Уже Студно Перед Подружкой Понимаете То есть Каждая Женщина Должна Быть Подружка Которая Должна Позвонить Сказ Давай Пораньше Встанем Чтоб Молиться И Все И Сразу Уже Неудобно Вставать Тяжело Ну Как Я Могу Понимаете Вот Так Мы Должны Изучать Друг Друга Если Мы Не Изучаем А Это Только Сколько Извиняюсь Изучать Друг Друга Нужно Чтоб Понять Понимаете Это В молитве Делается Потому Что Мы Друг Друге Видим Только Объект Наслаждения Мы Человека Не Видим Надо Почувствовать Человека Когда Мы Обижаемся Гневаемся Друг На Друга Означает Мы Не Понимаем Боль Друг Друга И Все Почему Человек Нервничает Злиться Потому Что Ему Больно Почему Он Обижается Потому Что Ему Больно Если Мы Видим Боль Тогда Мы Прощаем Человека Если Мы Видим Обиду Тогда Начинается Война Когда Можно Увидеть Боль Когда Силы Хватает Человеческих Сил Хватать Может Только После Молитвы Ты Помолился Простил И Начинаешь Видеть Что У человека Трудности Есть Ему Больно Ему Тяжело И Тогда Начинается Отношение Нужно Сквозь Эту Броню Пройти Друг Друг Первая Стадия Принятия Вторая Стадия Уважения Уважение Означает Что Ты Видишь Чистоту В Человеке Как Чем Можно Уважать Только Чистоту Только Хорошая В Человеке Можно Уважать Плохое Невозможно Уважать Одна Девушка Ко Мне Вчера Подошла У Муж Такой 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 Так Я Говорю Хорошо А Вот Он Такой 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 Я говорю А почему Ты об этом Мне не сказала С самого начала Потому что Не то видим В близком Человеке Это что Означает Означает Видение Мухи Не пчелы А мухи Означать Не хватает Молитвы Нет внутренней Жизни Нет прощения Нет чистоты В сердце Отношения Неправильные Страют Строиться Видим Только плохое В человеке Чего видим То и посылаем Ему Вот если Я считаю Что он плохой Что у него Будет вспыхивать При встрече Плохое Если я считаю Его хорошим Что у него При встрече Вспыхивает Хорошее Знаете Почему Святых людей Все любят Даже бандиты Знаете Что святых людей Все Все любят У них нет врагов Потому что Когда святой человек Видит бандита Что он в нем Видит Хорошее А обычный человек Когда бандита Видит Что он видит В нем Плохое Когда в бандите Плохое Видит Что он Тогда С ним Происходит Сколько Я зарезал Сколько Я перерезал Понимаете У него Вспыхивает Бандитизм А если Святой человек Видит в нем Чистоту Значит Тогда Знаете В ведической Культуре Когда Сомневались Человек Возвышенный Святой Не святой И он Как бы Совершал Какой-то поступок Который Людям Был Непонятен Тогда Его сажали В одну клетку Вместе с тигром Голодным Святого человека Невозможно Съесть Почему Потому что Тигр Расслабляется Он наполняется Такой любовью Что У него Нет Пропадает Голод И пропадает Интерес Даже К этой Личности С точки Зрения Агрессии Понимаете Вся агрессия На людей У животных Идет Только По той Причине Что У нас Сидит Агрессия Внутри Поэтому Когда Сказки Показывают Что Человек Идет Рядом С ним Птички Летают Они Садятся Ему На плечо Когда Мы Видим Сказки В которой Медведь Помогает Там Человек Устроить Дом Кстати Это Не Сказка Животное Которое Когда Встает Оно Почти В два Раза Выше Человека И оно Такое Огромное То есть Вес Огромнейший Просто Там 400 Килограмм Да Как Минимум И Вот Такие Вот Когти Здоровые Представляете Такой Медведь Вам Встретится В лесу Страшная Сила Такая Может Просто Так Раз Тебя Провести И все Тебе Хватит И И вот Такой Медведь Он Помогал Сергею Радонич Дом Строить Бревна Носил Для Него То есть Святой Человек Животное Становится Детьми Рядом С ним Все Под влиянием Энергии Любви Становятся Близкими И Счастливыми Мы Когда Службы Проводили Мы Проводили Фестиваль Один Я помню И службу Проводили Духовную Службу Проводили На Открытом Воздухе Им Это Как Только Начинали Петь Молитвы Начинали Петь Я Как Сейчас Помню Сразу Начинали Прилетать Птицы Туда Они Начинают Летать Над Этим Местом Летают Чирикают И Шмели Потом Тоже Летят Туда Начинают Прямо Над Барелем Летать Понимаете Вот Эти Птицы Чувствуют Любовь И Шмели Пчелы Тоже Чувствуют Любовь Благостные Все Все Благостные Начинают Слетаться Певчие Птицы Тоже Благости Находятся Вороны Туда Не Летели Когда У нас Женой Было Венчание Тоже Ведический Обряд Был Такой То Мы Проводили В одном Месте На Украине Мой Знакомый Проводил Жрец И В это Время Пошел Дождь Среди Ясного Неба Капельки Дождя Пошли Это очень благоприятный признак Солнце Светит И дождик Такой Идет И прилетел Аист Туда Сел Представляете Прямо на стол Прядом Сел Аист Никогда Его Никто Не Видел Там Вообще Он Все Это Весь Обряд Сидел Этот Аист А потом Улетел Когда Закончился И он Смотрел Туда Все Время Представляете Природа Она Всегда Рядом С Любовью Находится Она Всегда Чувствует Любовь И люди То же самое Поэтому Говорите У нас Что-то Нет Любви Значит У вас Никогда Не Было Значит Вы Не Знаете Что Это Такое Просто Все Вот В Этому Вся Проблема Надо Просто Изучать Эту Тему Олег Геннадь Мы Несовместимы Друг С Другом Что Значит Несовместимы Если У Меня Допустим Во Рту Вонь Пошла От Того Что Зубы Чищу Это Значит Ли Это Что Мои Зубы Несовместимы С Моим Ртом Или Нет Как Мне Это Возпринимать Если У вас В отношениях Бонь Пошла Это Значит Что Надо Чистить Отношения Так же Как Мы Чистим Зубы Отношения Чистятся Через Молитву Наедине С С С С С С С Вот Пожалуйста Икона Музыку Включаем Голос Святого Человека Слушаем Кланяемся Иконе Потом Через Некоторое Время В сердце Спокойно Становится Только Сердце Стало Спокойно Сразу Сердечко Открылось Для Памяти И сразу В сердце Раз Входит Муж Допустим Чувствую Тяжело С ним Все Дальше Молимся Думаем О Святом Человеке Слушаем Голос Постепенно На заднем Фоне Чувствуешь С мужем Легче 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 Потом Хорошее Это означает Связь Соединилась Уже С ним В своих Мыслях Дальше Молимся Начинаешь Видеть Как с ним Вообще Разговаривать Себя Вести То есть Знание Получаешь В отношениях Уже И сердце Прямо Как К мужу Надо Подойти Как Ему Сказать Чтоб Он Был Рад Потом Раз Вот так Подходишь И видишь Бац Точно Так И Есть Все Работает Так Человек Должен Жить По шапке Как Ведак Говорится Прежде чем Что-то Кушать Надо Сначала Понюхать Это Потому Что Запах Дает Знание О том Из чего Пища Состоит Может Там Микробы Значит Будет Плохой Запах А мы Сначала Кушаем Потом Нюхаем Чего Это Там Пахнет Так Плохо Понимаете То есть У нас Все Не так Потому Что Нет Знания В этом Вся Проблема То есть Прежде чем Разговаривать Человеком Что Нужно Сделать Очистить По отношению К нему Сердце Часто Люди Думают Как Мне С ним Разговаривать Часто Люди Очень Сильно Много Внимания Уделяют Тому Как Друг С Другом Разговаривать Мои Хорошие Попытайтесь Понять Если У вас Сердце Будет Чистота К Человеку Вам Не Надо Думать О том Как С Начинать Вот Как Вы Думаете В Вашей Семье Кто Первый Должен Начинать Да Тот Кто Пришел На Лекцию Бог Выбрал Вас Первым А если Вдвоем Пришли Значит Удаем Начинать Первым Человек Должен Начать Первым Означает Победить Переварить Боль Переварить Обиду Отчаяние Переварить Переварить Это все В сердце И Сражаться За Отношения Пытаться Двигаться Вперед В отношениях Уважение Означает Четкая Внутренняя Направленность Чуть Чуть Только Плохо Почувствовал Человека Сразу Садимся Болимся Прощаем Просим Прощения Сердце Держать В чистоте В отношении Близком Человек Не позволять Сердиться На него А если Рассердился Пока Не очистил Сердце Не надо Вообще Разговаривать Оскоренять Атмосферу Очистил Сердце Разговаривай Простил Живи Дальше Попросил Прощения Живи Дальше Близкий Человек Не прощает Ничего Страшного Живи Дальше Продолжает Просить Прощения Потому что Конденсатор Сработает Сначала Он долго Будет Терпеть А потом Очень долго Будет тебя Благодарить За твоё Прощение Понимаете Любовь Всегда Она Иногда Гармония Идёт А иногда Как конденсатор Люди Не могут Быть близко Они Как бы Между ними Карма Встаёт И они Если Более Много Усилий Прилагают Потом Встреча Становится Очень Счастливой Понимаете То есть Так надо жить Милые Бронятся Только Тешатся Но Если Человек Не хочет Эти усилия Прилагать Меня Обидели Всё Общаться Не буду Сам Первый Начинай Это Жизнь Страсти Означает Безнадёга Если Мы Не хотим Идти Навстречу Друг Другу Это Безнадёга Безнадёга Замечательно Это Объём Работы Один Хочет Другой Не Хочет Значит Это Объём Работы Ваш Вот Трудитесь Потом Он Станет Очень Благодарным А Если Ваше Сердце Не Верит Этим Словам Значит У вас Никакого Опыта Не Было В этом Вопросе Никакого Опыта У меня Бывает Так Что Жена Рассердится Не Разговаривает Я Стремлюсь К Отношениям Потом Он Говорит Так Когда Увидит Вот Этот Результат Она Счастливая Становится Говорит Спасибо Тебе Что Ты У Меня Есть Такие Слова Понимаете Я Говорю И Тебе Спасибо Что Я У Тебя Ем Ну Ладно Счастливая Счастливая Семейная Жизнь Конечно Можно У меня Есть Целое Большое Большое Пласт Семинаров Называется Успех Деятельности Бизнес Бизнес В Москве Бизнесмены Сейчас Клуб Делают Такой Как бы По моим Лекциям Они Организовывают Такую Тусовку И Хотят Принципы В бизнесе Внедрять Чтобы Помогать Друг Другу Чтоб Не обманывать Там И так Далее Ну То есть Пытаться Такие Братства Такое В бизнесе Создавать Благостных Людей Подключайтесь Вот Ну То есть Как бы Идет движение В эту сторону Конечно же Сто процентов Там Как строить Коллектив Как развивать Чтоб Тебя Не предавали Твои Сослуживцы Как строить Отношения Развивать Это все Это все Изучать Надо Сначала Потом Создавать Эти все Веще Коллектив Так Уважение Означает Постоянно Вот Работа Над этим Вопросом Чтоб Сердце Было Чистое По отношению К человеку Чтоб Я Увидел Какой-то Недостаток Нем Переварил Стремлюсь Видеть Самое Хорошее Запомнил Все Самое Хорошее Можно Сделать Такую Вещь Написать На Лиске Бумаги Недостатки Близкого Человека Все И его Хорошие Черты Характера Когда Какой-то Недостаток Переварил Вычеркиваешь Когда Какой-то И появятся Будут Еще Новые Черты Характера Узнавать Будет Больше Человека Когда На второй Половине Хорошие Черты Характера Будет В три Раза Больше Тогда Начнется Уже Уважение Вы Почувствуете Просто Что Вам Жить Хорошо Стало С Видение Оно Решает Все Проблемы Уже Счастье Начинается В отношениях Вы Начинаете Понимать Как Себя Вести С Человеком Где Надо Промолчать Где Надо Что-то Сделать Чтобы Он Был Доволен И У Него Страх Перед Жизнью С Тобой Постепенно Постепенно Тает И Появляется Бес Страшие Когда Человек Перестает Бояться Тя Как Личность Тогда Он Раскрывается Как Личность Начинается Активным Быть Таким В отношениях Счастливым Смелым Отношения Начинают Развиваться Сначала Отношения Просто Муж И Жена Это Равные Отношения Знаете Что Это Равные Отношения Жена И Муж Равны Просто Женщина Она Добровольно Считает Мужа Старшим Добровольно Считает Мужа Старшим А Мужчина При Этем не считает жену младшей, он с ней советуется так же, как с равным. Но женщина добровольно считает мужа старшим, она таким образом его толкает вверх, она его как взращивает таким образом. Она добровольно его считает старшим, а мужчина добровольно считает равной свою жену и спрашивает у нее советов, она что-то говорит, он слушает ее. Потому что жена это сердце мужа. Это очень важно знать, что женщина быстрее всего, раньше всего, чувствует опасность. Если вы говорите, Олег Геннадьевич, а где мне вот такого человека найти, как вы, чтобы мне всегда подсказывал, как жить? Один мужчина меня как бы спросил, может, вы мне добьете свой электронный адрес, Олег Геннадьевич? Чтобы я целый день не только сидел и подсказывал. Я говорю, вам не надо мой электронный адрес. Он говорит, а что? Я говорю, возьмите электронный адрес у своей жены. Потому что такой человек у вас уже в жизни есть. Вам Бог такого человека уже дал. Если женщина про свою жизнь ничего не знает, ей трудно понять что-то в своей судьбе. То про жизнь своих детей и мужа она знает все. Мне очень легко понять, куда мужу надо двигаться, что ему делать, чтобы у нее не было опасности в жизни. Это железное правило. Через жену всегда идет правда в жизнь мужа. Но принять эту правду не всегда бывает возможности внутренней. Но если человек дает возможность жене высказываться, у нее всегда зеркальце открыто, она всегда работает в этом направлении. И в нужную минуту она сразу же реагирует. Индикатор включается и сразу говорит, здесь что-то не так, тебе надо это делать. Вот так вот.